всем привет всех с пасхой как дела ребят я вышел в перископ как обещал отвечу на ваши вопросы привет привет пока воистин пока жарю оладушки себя рецепт простой 3 яйца 3 банана и корицы вот собственно все у меня сегодня последний загрузочный день перед соревнованиями минут точнее последний чит дэй как бы сказать за две недели делаю последний самара привет воистину воскрес значит последний чит дэй сегодня этому отрывается утром сделал кардио на 3 целых яйца 3 целых банана и корицы для вкуса сейчас я покажу что получается значит вот я в блендере взбил 3 яйца 3 банана добавил корицы прием на сковородочку вот примерно столько сейчас чуть ждем чтобы по краям он высох и дольем еще чуть-чуть сверху чтобы не растеклось вот так достаточно вот такие вот получаются оладушки вкусные а главное не совсем вредные ну как бы сегодня я все равно все утром поел пасху ну сначала сделал часов кардио так вопрос про особенности работы с маленькими и большими мышцами как строить программу да блин я считаю сплит должен быть просто вам удобен ну допустим конечно же ноги с плечами тренировать это бред пусть и многие конечно нужно тренировать отдельно но можете брать одну большую группу мышцы одну малую допустим если это на три дня то это будет грудь бицепс чуть плечей передняя средняя спина спина трицепс и задняя дельта и ноги отдельно как форма 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 хорошая хорошая форма ребята или так себе вот такая форма спасибо спасибо с переверну блинчик точнее оладушек или как говорят америкосы панкейки покушаем с медом сколько лет качался ну вообще занимаюсь серьезно 16 лет по свету что-нибудь для суставов резко скинул вес теперь спать не могу стал плеч мучают как относится к цицулину цицулина отношусь хорошо смотрю его видео по поводу сушки и боли в суставах ну конечно же нужно принимать гепатопротекторы самого начала сушки я принимаю animal flex и если болят суставы я есть такая мазь называется ализан эта мазь продается в ветеринарных магазинах ей коням мажут сустав в принципе понимать что если у коней проходит у человека пройдет ну и в принципе мази который придется в аптеке для людей никакого не лечит вот так как считаешь нормальная связка энко нандролон фенил да классная хорошая связка любой тестостерон плюс нандролон фенил вообще люблю мой любимый препарат особенно на массе надо можно ли сушиться на быстрых углеводов можно можно сушиться хоть на зефире допустим убирайте себе что вы съедите 150 грамм углеводов и съедайте их зефира но большой минус в том что у вас будут постоянно исплески инсулина вам будет постоянно хотеться жрать постоянно поэтому я не рекомендую то я вот сейчас вообще последнее время мне так понравилось то есть я делал начал делать чередование но не такое допустим там 150 там 300 а именно я делаю дня 230 вообще и на третий день седаю грамм 250 углеводов вот такая у меня сейчас сушка схожу вообще давно говорил и повторю еще раз что держать ноль углеводов гораздо легче чем 50 потому что у вас за день не происходит скачка инсулина не единого и вы легко переносите так про эпиляцию чем делаешь два раза последних я два раза последних я ходил на эпиляцию вот эту вот не воском а сахаром мне очень понравилось у меня очень хороший мастер женщина который занимается этим 15 лет вот как раз во вторник я иду делать эпиляцию перед соревнованиями можете повторить вопрос там что было опять же про сушку про углеводы не успеваю просто считать много человек расскажи о роли тероидов часто летя на сушку как ощущаешь да вообще никак не ощущаю то есть ну когда т3 начинаю подключать первое время есть аппетит сильный потом проходит когда делаю растяжку сразу после тренировки на любую группу мышц на долго эпиляции такой хватает ну раз в шесть недель то есть делал эпиляцию первые три недельки вообще волосы не растут потом потихоньку начинают но опять же плюс в том что они растут очень мягкие и растут как бы неравномерно а там чуть-чуть там чуть-чуть там чуть вот в общем-то про минист колена как нагружаю болит сразу но надо лечить но если вообще треснул минист это очень плохо конечно у моей девушки такая проблема на крайне крайне тяжело сейчас тренирует ноги это проблема что такое сушка сушка это избавление от жировой прослойки при максимальном сохранении мощной массы это лекарде утра можно масло но да можно можно это никак не тормозит ваше жиржигание так через неделю после читмила урезал угли до 100 теперь сон до 4 часов как приз как связано вообще сон и бессонница кроется скорейшего в чем-то другом менс физик нет я не менс физик мой вес составляющая 109 килограмм большие мышцы брать большой вес или делать больше повторов лучше ациклирования допустим мне очень нравится как достигнуть нормально отношусь ничего он плохого не делает он отстаивает компанию который платит ему деньги но и пожалуйста как бы это ваш выбор покупать эту продукцию или нет вам ее домой не приносит дверь не стучит правильно в классике нет не выхожу потому что я выйду на сцену с весом примерно 106 килограмм и а в классике я должен весить 99 поэтому 7 килограмм у меня лишних ну и постушки конечно же буду набирать ну что хотелось бы конечно на россию съездить но я прекрасно понимаю меня все спрашивают в личку а чё ты не поехал на россию а что мне там делать ростом метра 91 и весом 106 килограмм когда я буду весить килограмм 120 тогда я с говорил хардкор над фор пуссис такая вот майка по поводу тренировки мышц не договорил надо циклировать я допустим две недели делаю тяжелые опять же для меня тяжелые тренировки от 10 до 15 нижней опускаюсь и в третьей неделе это 25-30 повторений вот так очень удобно готовить знаете и общаться с вами буду делать это чаще про категорию манс физик мой classic физик что слышно и у нас не будет эта категория будет только в нпс и только в америке сказали что в европе есть классический бодибилдинг довольствуйтесь и а как стать про classic физик это вопрос но до меня дошли слухи что чтобы стать про в classic физик нужно стать нужно выиграть абсолютку на арнольде допустим по мэнс физик но не понимаю как это вообще связано я понимаю если бы за абсолютку в классическом бодибилдинге давали про карту на classic физик а так это вообще бред я считаю анализы на курсе но зависит от периода сейчас вообще эстрадиол и провоксин сдаю каждую неделю чтобы убедиться что все хорошо что потому что у меня бывает такое мужчин примерно каждые три недели может произойти скачок то ли пролактин то ли эстрадиола еще плюс вот все эти препараты то отмена то еще что то какие-то препараты отменяются какие-то подключаются поэтому я слежу каждую неделю но так принципе сдаю анализы до курса во время и после какие-то после курса это будет то есть после этой подготовки сдам анализов там штук 25 примерно на все то есть почки печень кардиограмму сделаю узи брушевной полости сделаю здоровьем надо следить протеин какого производителя честно сейчас скажу все не поверят я пью обычный лактамин серьезно у меня есть человек мой знакомый к этому которого я беру лактамин мне вполне устраивает этот протеин и не знаю кто там в принципе борис цесулин про него отзывался хорошо ничего там такого нет правда за месяц до соревнований я перешел на яичный безвкусного не очень вкусный конечно но опять же тоже обычный сырьевой протеин так генетик ну с генетиком как бы уже не то что не дружим мы не ссорились просто для компаний генетик лак проблематично отправлять не в молдову посылку то есть зачем им это делать если полно российских спортсменов которые могут также как я продвигать их бренд как бы у меня нет проблем со спортивным питанием у меня хорошую цену и лактамин меня вполне устраивает последний вопрос про курс что-то там что у нас в стране происходит ничего не происходит понты ничего серьезно люди пытаются добиться новой власти ну хрен у нее добьются мне кажется в ложке масла сколько грамм жиров 10 столовой ложке 10 грамм и так пишут но я когда замерял допустим я в столовую ложку свою наливал у меня получалось 12 грамм значит так и здесь препараты стоит ли менять на длительном курсе ну да то есть минимум каждые восемь максимум каждые 12 недель я так считаю 40 миллиграмм день в таблетках как распорядить по приему ну вот допустим метан я как раз так пью всегда 40 миллиграмм не больше 2 утром и 2 через 12 часов все через равные промежутки времени какую пробу применяешь для подсчета калорий а знаете я не программы пользуюсь я захожу на сайт колоризатор точка ру мне очень нравится этот сайт вот там я уже составил себе и питание на период отдыха и на период следующего масса набора добавил больше быстрых углей потому что очень тяжело на грамм я вышла больше 600 углей примерно 6100 калорий но опять же из из быстрых углеводов это у меня бананы мед черного шоколада так вопрос про использование на газетенке знаете мне больше нравится когда вот я допустим отдыхаю не сложу вкус и оставлю просто 50 пропика через день я его лучше чувствую чем ну я не могу сказать про он так машине пробовалась честно есть на телефоне прога от сайта колоризатор нет для телефона вы можете пользоваться программах fight secret 5 секрет тоже хорошая программа тоже много продуктов просто мне удобнее это все делать на компьютере они в телефоне забивать и так далее заодно скриншот сразу делать как относишься к препарату 3 трен знаете все трен перепробовал и мне больше нравится гекс я ее использую даже на сушке не перехожу на ацетатную форму к леновому маслу отлично отношусь я его пью всегда 15 грамм день но обычно добавляю в кашу я вот булгур ем либо перловку как правило и вот добавляю туда в общем хорошо отношусь к леновому маслу может полезно к нему можно плохо относиться да гексию на сушке и на массе использую пропик через день надо и стремно в разные мышцы доколи в жопу все равно получится один укол раз там в 3 дня длина курса и по кт для любителей ну длина курса там порядка восьми недель и по кт насколько понадобится всех организмов восстанавливаться по разу но я думаю не больше 6 недель пока это займет от дозировок конечно зависит от способности вашего организма восстанавливать свои гормоны вкусные блинчики блин оладушки последнюю оладушку ганаду после курса ганаду надо ставить во время курса ребят чтобы потом легче уходить самочувствие супер и форма тоже но я пресс показывал вроде нормально нормально пресс вроде готов что сдавать для курса для контроля эстрадиола паралактин какие схемы ганатерпина ганатерпин я просто ставлю один раз в неделю 1000 единиц все на протяжении всего курса спортзал хороший бизнес ну смотря где вот у меня спортзал хороший бизнес пресс покажи вот пресс вот такой сейчас пресс как то так спасибо спасибо за добрые слова в этом году очень хорошо ноги прорезались прям глубоко так и поперечная сечка появилась на квадрицепсе чему я очень рад никогда не мог этого добиться ну точнее добивался но уже когда сливал воду а сейчас еще до слива воды уже то есть когда соли воду вообще надеюсь все так и стать в том году абсолютным чемпионом молдовы разочарование бб нет никогда не было вообще ни разу не разочаровывался в этом спорте никак не судейство не может повлиять на это ничего надо просто пахать больше почаще выходе да буду их и знаете не думал что так удобно готовить и общаться ноги делишь на два дня недели до квадрицепс отдельно бисус бедра 1 можно ли избежать старения от фарма ну вы знаете говорят что завышенные дозировки тестостерона приводят к старению но опять же блин вы видели как все по-разному лесуков выглядит как ребенок до сих пор какой спортпит на массе рекомендую да на массе на сушке неважно всегда протеин креатин рыбий жир витамины бца все независимо сушитесь вы или выбирать креатин правда убираю примерно за месяц давайте ребята еще два три вопроса буду отключаться креатин с водой или соком есть ли разница доказали что нет вот слышал в последнем видео линда вера что доказали что прием т3 клиент длительность ну примерно 6 недель до т3 50 микрограмм клен до 120 все ребятки был рад с вами пообщаться буду выходить чаще буду жарить мясо выходить все всем спасибо всех еще раз с пасхой поздравляю покушайте сегодня и до скорой встречи пока